Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегета мы продолжаем чтение Псалтири. И сегодня мы будем читать 95-й Псалом, который имеет надписание «Хвалебная песнь Давида, когда строился дом после пленения, не надписан у евреев». Что значит «когда строился дом после пленения»? То есть этот Давидов Псалом был воспет при перенесении Ковчега при Давиде в Иерусалим. А потом его же воспевали, когда строили второй Иерусалимский храм. А после возвращения из Вавилонского плена. И мы читаем слова этого радостного Псалма на внесение Ковчега, завета в Иерусалим и на восстановление храма после Вавилонского пленения. Вавилонское 70-летнее пленение многими русскими старцами определяется как образ большевистского 70-летнего безбожного пленения, после которого мы должны возвратить все святыни в отстроенные храмы. «Воспойте Господу песть новую, воспойте Господу вся земля». Сразу возникает вопрос, а как земля может воспеть Бога? Мы, люди, и есть земля. Человек создан из праха земного и назначение первого человека – возделывать землю и хранить ее, то есть возделывать самого себя и оберегать ту благодать, которую имеешь в себе. «Воспойте Господу, благословите имя Его, благовествуйте ежедневно о спасении Его». По-славянски ежедневно «день от дне». То есть каждый день мы должны находить какие-то слова, которые свидетельствовали бы о нашей вере в спасение Божие. «Восвящайте в народу славу Его, во всех племенах чудеса Его». «Ибо Велик Господь весьма славен, страшен для всех богов». По-славянски «над всеми богами» Феодорит Кирский пишет, «показал он силу свою на богах лжеменных и обличил их прелесть». То есть имеются в виду языческие боги, идолы, стуканы, кумиры. Начало римского язычества – это был период обожествления людей, правителей. Нечто подобное было в Египте. Нечто подобное было в советские времена, когда безошибочными объявляли тех или иных генеральных секретарей, и с пожизненным управлением они господствовали над нашей землей. Но Господь страшен для всех этих богов ложных. Как сказано, да, вы боги, но вы умрете. И суды божьи были на богов Египта. А боги Египта – это Нил, это животные. Нил восмердил кровью, животные дохли и так далее. «Ибо все боги язычников – бесы, а Господь небеса сотворил». То есть за каждым культом личности скрывается что-то бесовское. За каждым истуканом языческим скрываются какие-то демоны и бесы. Поэтому христиане всегда считали очень опасным вкушать что-то идоложертвенное, то, что было посвящено богам, как, например, те же кришнаиты. Они делают посвящение просада Кришне, а потом ходят и кормят людей бесплатно. Но это недопустимо, чтобы христиане это вкушали. «Ибо все боги язычников – бесы, а Господь небеса сотворил. Словословие и красота пред ним, святость и великолепие во святилище его. Принесите Господу отчизны народов, воздайте Господу славу и честь». Отчизны народов, то есть каждый народ должен принести Богу всю свою славу, всю свою честь. То есть то, что мы приносим Богу – это лучшие люди из нас, это те, которые называются святые. «Воздайте Господу славу имени его, возьмите жертвы и входите во дворы его. Поклонитесь Господу во дворе святом его, да подвигнется от лица его вся земля». Ковчег Завета вносится в Иерусалим. Начинается поклонение перед Ковчегом в Иерусалиме, да подвигнется от лица его вся земля, перед величием его могущества. «Скажите народам, что Господь воцарился» – то есть сначала в Иерусалиме – «и утвердил вселенную, которая не подвигнется. Будет он судить народы по правде». То есть Господь никого не обидит даже в день суда. Суд по правде означает то, что все приговоренные Богом согласятся с тем приговором, который будет им вынесен. «Да возвеселятся небеса, и да радуется земля, да придет в движение море, и что наполняет его». Морь – это мир политики, мир брожения человеческих мыслей. Все это придет в движение, когда Господь вмешается в судьбы этого мира для того, чтобы установить свой абсолютный теократический порядок. Возрадуются поля и все, что на них. Тогда возрадуются все деревья дубравные, поля – это освоенная территория, деревья дубравные – это неосвоенная территория. Весь мир будет поглощен славой и величием Бога. Каждый народ и дикий, и цивилизованный содрогнутся перед величием его пришествия. От лица Господа, ибо он идет, ибо он идет судить землю, будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. И о пришествии Христа сказано в Новом Завете. Как молнии исходят от востока до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого, предваряющее наступление его судов. Сына Человеческого